так буду короче без запиночки без заминочки без ожидания доброй всем ночи попросил меня сделать такой эфир алексей любинский это тот человек который уже сидит два с половиной года под следствием которого обвиняют это у нас запорожье несколько раз делал стримы вот зала суда человека обвиняют двойном убийстве и ну я считаю это неправильно если человек сидит на протяжении двух с половиной лет и не могут доказать его вину значит хотел бы сказать по поводу вопросов которые назревают там суде значит первый вопрос откуда взялось видео допроса алексея любинского за 0 8 0 9 2016 года в управлении полиции если официальный алексей был задержан 9 0 9 вы понимаете это получается официально его задержали 9 числа а вообще по сути его задержали 8 числа вот это уже нарушение идет и в журнале также он не отражается как задержанный или доставленный ну вообще его там нет второе почему 9 9 вещей не не велась видео фотофиксация не было понятых это на самом деле их не было вот третье почему 10 0 9 2016 без разрешения и без решения суда любинский был уже доставлен в суд наручниках понимаете без санкции суда его доставили уже в суд наручниках у него были порезанные руки видны синяки он неоднократно заявлял это в арженикидзовском суде это самый коррумпированный суд могу четко с уверенностью сказать да я я не знаю у меня куча доказательств что самый коррумпированный суд в нашем городе запорожье это арженикидзовский суд самые продажные судьи сидят в арженикидзовском суде вот и он заявлял суде что от он избитый его пытали именно человека пытали вот на это никто не обращал внимание четверо суток его держали незаконно избивали дима вижу спасибо большое значит его держали избивали незаконно четверо суток вот выбивали с него признание он об этом заявлял суде есть аудиозаписи которые он попросил и делают добились они с адвокатом вот но судья никак не реагирует на это четвертое почему не произведен опрос всех соседей для создания картины характеризующей жизнь и личность именно алексея и погибших для того чтобы сравнить какую жизнь вели эти люди дальше 5 протоколах обыска указана дата 26 08 а свидетели указывают что обыск был 25 08 о чем заявляла жена александра любинского что в первом суде и что подтверждается заявленными ходатайствами от прокуратуры что и на обыск 1 был 25 не 26 они 26 в общем идет полная фальсификация дел полнейшая и материалов шестое свидетелей лужин и тищенко не могли доставить суд два года представляете два года суд не могли доставить свидетелей это просто ну бред человек два года сидел ждал когда приедут свидетели к нему на суд которых на самом-то деле не было вот их привезли в суд это я лично смотрел это видео люди просто видно что они пьяные люди ну скажем так конченые пьяные конченые какие-то хамури которых я не знаю где их вообще нашли такое впечатление что с них почистили грязь и привели их суд дальше также у этих свидетелей не было паспортов даже вы представляете в суд их привезли без паспортов вот протокола значит не было о том что их должны были вообще доставить в суд также лжи свидетели признаются в зале суда это видно с видео вот что полиция оказывала на них давление вот для дачи заведомо ложных показаний это вот понимаете у нас такое правосудие седьмое почему изъято уголовное дело с прокуратуры когда идет процесс изучения доказательств я лично был на суде когда судья задает вопрос прокурору это вот представьте продаж на этот тварь прокурор сидит просто лупает глазами ему судья говорит где эти материалы он говорит а этот человек сейчас в отпуске в каком нахрен отпуске человек сидит два с половиной года какие дела куда могли какие отпуска передаться закрыться я не знаю что это за бред где мы живем я лично это слышал на суде так причины дела почему нет доказательной базы где она отсутствует он ничего не говорит и документально не подтверждается у кого это находится какие-то сопроводительные может документы куда-то передавалась ничего нет так и самое главное как прокуратура второй раз закрывает уголовное дело за номером 42 01 78 0 0 0 0 0 0 0 0 63 при наличии многочисленных доказательств о совершенных преступлениях сотрудников полиции прокуратуры алексей любинский подает постоянно заявление просит рассмотреть эти нарушения чтобы приняли меры к этим уже полицейским уже прокурором 0 внимания никаких дел не возбуждается ну все стоит на том же месте вот это так мы живем этой с этого начинается мы сейчас с вами будем все праздновать новый год дома слава богу а человек будет который просто сидит бездоказательно сидит в тюрьме уже два с половиной года это страшно ребята это может произойти с каждым из нас почему для работников полиции прокуратуры для судей существует статья 62 конституции украины статья 17 кпк украины а для обычных людей эти статьи вообще не существует это оправдательные статьи также хочу добавить отлично сам от себя вот свидетелей понятых на место происшествия это вот я слышал я читал значит свидетелей понятых на место происшествия не допускали но протоколе указали что они были в квартире где произошло убийство вот и все видели на самом деле свидетели эти говорят мы там не были нас туда не впустили а сама на самое главное что в суде был заявлен в качестве основного доказательства бинт у алексея давно травмирована нога много лет и он постоянно ходит в бинте так вот который якобы бинт был изъят у алексея любинского но протокол осмотрена осмотра именно его бинта нигде больше того сам бинт не открывался и не исследовался в суде его просто не предоставляет прокуратура вот откуда он тогда взялся если они не ходатайствовали не предъявляли его суду ничего когда и кем изымался тоже нет документов нет свидетелей ничего нет хотя это основной как говорится аргумент у прокуратуры почему не было произведено осмотра при изъятии возможно его этого бинта нет вообще его никто не видел отродясь а возможно он появился когда любинского незаконно задержали без санкции суда и четверо суток избивали или при незаконном обыске в его квартире таких вопросов очень и очень много значит вот теперь я хочу это лично от себя и сказать значит из всего мною из всего что я читал что я изучал что я слышал на судах значит из всего значит я могу сделать по материалам дела сделать такие выводы которых по делу который обвиняется любинский алексей сказать могу одно прямых доказательств его вины нет а также хочется задать вопрос судьям прокурору полиции почему человека судят из и содержат под стражей два с половиной года объясните не имея прямых доказательств из всего этого создается петель впечатление что алексею боятся вынести оправдательный приговор так как после этого кому-то а я думаю мы догадываемся кому придется понести ответственность поэтому идет преднамеренное затягивание суда это сейчас мы сталкиваемся ну в большинстве случаев как с патриотами так и с обычными людьми с обычными гражданами которые попали под жернова от этого в кавычках правосудия стороне с огромнейшим самочувствием сочувствием хочу обратиться к родителям погибших их боли жажда расплаты несоизмеримы но в то же время месть не должна затмить разум и мы не имеем права судить не того кто это сделал а также идти на поводу лживых безосновательных обвинений со стороны полиции прокуратуры которые из-за своей некомпетентности обвиняют ничем не повинного человека когда истинный убийца гуляет на свободе значит дорогие мои сограждане я долго не мог сделать как говорится эту публикацию я хотел ее все время но так вот обстоятельства слаживались значит у любинского алексея идут постоянно суды кто из вас сможет пожалуйста смотрите за анонсами будем приглашать приходите пожалуйста и поддержите человека должно правосудие восторжествовать на данном этапе это про и просто идет сейчас судилище над человеком вот а также завтра будет дело по сармату в апелляционном суде запорожском апелляционном суде это кто помнит же слава богу я думаю во всех память хорошая сармата которого патриота активиста которого в бердянске застрелили наемные убийцы вот завтра будет апелляционный суд прошу вас всех тоже туда приехать по моему в 10 45 будет если что смотрите я думаю с утра я еще напишу анонс или даже может сейчас я выставлю ну все всем спасибо говорится давайте будем уже начинать становиться гражданами и будем поддерживать друг друга в любых трудных ситуациях трудные ситуации по моему сейчас у нас на каждом углу и на каждом шагу наша беда и в этом наша слабость перед вот этой псевдо властью которая создала вот эти структуры которые просто нас уничтожают уничтожают нас как граждан уничтожают нас как людей уничтожают нас как нацию это громаднейшая беда у нас сейчас люди просто бросают страну и уезжают я уже ну неоднократно слышу от таких патриотов которых я в жизни не думал что они такое скажут они говорят будем наверно выезжать народ не поднимается народ ничего не понимает народ сидит до последнего ничего нас не ждет наверно хорошего я вам хочу сказать от правильно люди я уже не помню кто это был сказал что самое страшное знаете в чем что мы понимая что мы живем в дерьме мы не стараемся с него вылезти а мы приспосабливаемся жить в этом дерьме вот это страшно всем спасибо извините что такой поздний был эфир но я просто человеку давно обещал это сделать и вот я его сделал всем спасибо спокойно ночи до побаченням